19 побед в 19 боях. И лишь дважды соперникам удавалось продержаться против него всю дистанцию боя. В 2012 году молодой ученик Шлеменко Александр Сарнавский по прозвищу Тигр считался одним из самых топовых и зрелищных российских легковесов. Он побеждал на самых различных российских аренах и его путь лежал за океаном. Но для того, чтобы окончательно оформить этот переход, Александр остался держать юбилейную 20-ю победу для того, чтобы красиво и зрелищно, буквально с ноги, распахнуть дверь в клетку промоушена Беллотер. 26 мая на турнире Кубок Мэра в Хабаровске российскому проспекту противостал чемпион Испании по смешанным единоборствам Микел Бассера, имевший за своими плечами 15 профессиональных поединков в разных европейских промоушенах. Друзья, мы очень рады, что наши видео пользуются у вас большой популярностью и дарят вам немало эмоций. Но мы заметили, что большая доля зрителей смотрит нас без подписки. А это значит, что не всегда вам наши новинки будут выпадать в предложенных, и вы пропускаете немало интересного. А ведь мы подготовили для вас множество зрелищных боев и брутальных нокаутов, как из истории Монглобал, так и других организаций, и стараемся радовать вас новыми видео несколько раз в неделю. Поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного шедевра из мира смешанных единоборств. Так что это о многом говорит. Ему 20 лет, рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов. Профессиональный рекорд 15 боев. 11 побед, 4 поражения. Чемпион Испании по боям смешанного стиля. Дамы и господа, приветствуйте из Барселоны, Испании, ММА-кампион Д'Испания, Микел Пассерос. Гель Пассерос, как ты думаешь, что вы сейчас к своим телеэкранам в Барселоне примкнули ли я у Месси и высокой футболу? Я думаю, что хотя бы Гвардиолу уже имеет довольно мало отношения с вчерашнего дня к Барселоне. Это бывший тренер Кадовского клуба. Но тем не менее, возможно, следит он за своими родными бойцами из Барселоны. Я думаю, единственное, что Гвардиолу не понимает ни слова, с того, что мы говорим. Это единственная проблема, которая есть в Барселоне сейчас. Как будто Месси принимает. Дмитрий, я нашел одно сходство между тобой и Александром Сарнасским. Слушай, а какой же? У нас и весовая категория разная, и прически. Нет, нет, нет. А какой же? Речь, конечно, не о том, что ты... Может быть, уровень готов сопоставить свое мастерство с Сарнасским. Нет, речь о том, что... Видел я в твоем гардеробе, в бойцовском, такие же шорты, как у Александра. Абсолютно точно, это да. Ну, видишь, какое интересное наблюдение. Только без рекламных нашивок. Пока ты еще не дорос до такого уровня, чтобы носить рекламные нашивки. А Тигр уже на этом уровне, и сейчас он продемонстрирует на свое мастерство. Не является он суперударником. Все-таки большинство побед удушающими приемами. Но очень ждал я этого боя. Посмотрите на Александра Сарнасского в деле. Но такого перспективного, подающего надежды на большого бойца, не имеющего поражения. Контролирует он ход поединка, несмотря на то, что прижат к сетке. Довольно уверенно себя чувствует в бою против Мигела. Я думаю, что если его учитель, и друг, и партнер по тренировкам Шлеменко выступает в Беллатуре, то неудивительно, если в ближайшем будущем мы увидим Александра в американских организациях. Ну, Шлеменко вообще много говорит о том, что именно в Беллатур он хочет привлекать своих учеников, российских спортсменов. Читает, что там наиболее благотриятные условия для развития, если говорить о западных промоушенах. Ну, потому что японские сейчас как-то выдохлись. Американский, наоборот. Шлеменко говорил о том, что мало ограничений, в том числе, вот, можно будет участвовать в турнирах, подобных этому кубку мэра Аббараска по Конкратиону. Ну, если что, поздравили минуты. Прошло. И посмотри на нокаут! Нокаут! И с чего сделал Фитер эту победу! Это удар коленом! Великолепный удар коленом и добиванием рукой! И кто нам подарил нокаут? Мы ждали, мы знали, что будет нокаут! Спасибо, 20-я победа! Потрясающе! Ну, посмотри, какой тяжелый нокаут! Стоял, стоял полторы минуты! Вот это да! Прицеливался! И колено сокрушил Мигела! Челюсть! Один удар, и здесь уже все понятно! Вовремя остановил рефери! Вовремя, вовремя, конечно! Потрясающе! Оторвал ногу! Как ни в чем не бывало! Великолепно! Александр Сарнавский остается непобежденным! Вот он показал, как надо работать у сетки! Говорят, что наши бойцы не всегда справляются с этим элементом! Испанец лежит! Все, остается нормально! Рормально? Да, говоришь, нормально? Ну, в известной степени нормально! Может быть, как и зомбидица его стоит свозить! Фессальное решение! Одержал победу! И остается независимы поражения! Александр Сарнавский! Это всего лишь шестой нокаут, хотя всего лишь... Шесть нокаутов у Сарнавского теперь в карьере!